Это кадры апрельской аварии на мосту через Трубеж. Тогда маршрутный автобус на скорости врезался в автомобили, стоящие в пробке. Буквально под замес попали сразу 12 транспортных средств. 9 человек получили травмы, в том числе и годовалый ребенок. Проверка областной прокуратуры и следственного комитета длилась полгода. Причину ДТП назвали сразу. Водителю маршрутки стало плохо за рулем, а вот степень вины каждого ответственного лица установили только сейчас. Следствием установлено, 12 апреля 2021 года водитель пассажирского автобуса прошел предрейсовый осмотр водителя. В момент осмотра водитель имел завышенные показатели по артериальному давлению в пределах 175 на 110, предупустимых пределах 140 на 90 и температуре тела. Несмотря на имеющиеся показатели общего состояния организма, отличающиеся от приказа Минздрава России, он был допущен к управлению автобусом. Жертв удалось избежать благодаря неизвестному герою, рассказали очевидцы. Один из пассажиров взял ситуацию под контроль. Он сел за руль, смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии. Впрочем, виновником аварии признан отнюдь не водитель. Указанные ваши обстоятельства стали возможны ввиду нарушения фельдшером организации, которая проводила предрейсовый осмотр и допустила водителя поправить рассмотр с средством. Следствием собраны достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура региона провела проверку компаний-перевозчикам. Попросили предоставить необходимые документы. В срок это не сделали и директор фирмы получил несколько штрафов. Но это нарушение оказалось не единственным. В нарушении части 5 статьи 3.2 федерального закона от 8 ноября 2007 года номер 259 ФЗ устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта обществом осуществлялась деятельность по перевозке пассажиров с использованием автобуса, сведения о котором не включены в реестр рецензии. За это фирма получила еще один штраф 200 тысяч рублей. Как уверяют правоохранительные органы, все виновные понесут наказание. Валерий Седов, Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания, Город.